Друзья, всем привет! Доброе утро! Я сегодня буду снимать заключительное видео про Таиланд, потому что я возвращаюсь уже в сторону Бангкока. Я сейчас остановился в национальном парке Хао Сам Рой Йот. Буду подниматься и буду параллельно рассказывать про свои ощущения от посещения Таиланда в сезон дождей, вообще делиться своим опытом, рассказывать, что интересного я здесь увидел, услышал и вообще, что интересного произошло. Очень много интересных всяких разных мест, вот типа вот таких вот джунглей, всяких разных парков. Именно вот недалеко от Бангкока, недоезжая до Пукета, недоезжая до Паттайи, вы можете иногда прям приехать в Бангкок и взять машину и вот в сторону Паттайи съездить и в сторону Пукета отъехать тоже немного от Бангкока, здесь попутешествовать. Здесь очень чистые пляжи, мало туристов, тайцы все добрые, приветливые, цены на услуги очень низкие, но хотя, наверное, цены на отели, я думаю, будут все-таки ниже в Паттайе или в Пукете, но, допустим, минус Паттайи заключается в том, что там очень много именно людей приезжают за, наверное, за секс-туризмом, за вот такими вот развлечениями, то есть Паттайя это, скорее всего, что-то такое вот именно связанное с таким образом жизни, разгульным, выпивать, веселиться, там очень много иностранцев, взрослых, можно встретить, которые приезжают с тайками, поэтому, если вы хотите семейный отдых, ищите, то, я думаю, вам ни Пукет, ни Паттайя не подходят, потому что ну, хотя, я думаю, в Пукете и в Паттайе можно найти отели, которые где-то находятся за заборами, в горах, в джунглях, такие спокойные, полностью закрытая территория, и там можно спокойно отдыхать, никто не будет мешаться. Вот, стрелочки здесь мне указывают, куда идти. Вот в таких джунглях надо быть очень осторожными, использовать удобную обувь, наверное, типа вот как у меня вот эта обувь, я в этой обуви могу и купаться, и по горам лазить, и вообще у нас был один случай на островах Пипхи, там девочки приехали и вообще начали купаться без обуви, и одна в общем наступила на морского ежа, и залезла на лодку, а у нее в ноге очень-очень много разных колючек от вот этого ежа. Короче говоря, таяц наш капитан взял какую-то жидкость у него там специально была приготовлена, видимо, это не первый раз, и облил эту ногу, типа там лимон, еще и с чем-то, облил эту ногу и начал, взял трубку от маски, с которой ныряют, и начал стучать. Он объяснил это так, что типа вот эти колючки, которые туда попали, их ну типа невозможно вытащить, их только вырезать или там еще что-то, но они очень маленькие на самом деле, большой он вытащил, а маленькие остались, и он говорит, если сейчас размельчить их, раздробить, и еще лимонам, то в принципе от них ничего не останется, и со временем через неделю или через две недели они пройдут, и типа там через 15-20 минут уже боль даже пройдет, поэтому в океане неважно, где вы находитесь, никогда ничего не трогайте, в океане в джунглях, вот в таких тропиках очень много всяких разных вещей опасных, животных, растений и так далее, вот, потом, что касается страховок и вообще всего такого, в Таиланде очень высокий уровень жизни и цены на на лечение в госпитале или даже элементарно на лекарства выше, чем у нас в Казахстане или в России, поэтому обязательно делайте страховки, в общем, у нас был такой случай, у моего друга, дочь, короче говоря, она заболела, начала болеть, маленький ребенок, три года, и ничего не помогало, а он еще, у нее температура постоянно поднималась, они никак не могли ее сбить, и из-за того, что здесь жарко, он выключил еще все кондиционеры и еще за счет этого, то есть за счет среды, просто внешней температура росла у ребенка, короче говоря, я привез их в госпиталь ночью, они проверили страховку и сразу, то есть на нее напали, накинулись врачи, разные начали ей ингаляцию там делать, сразу дали какие-то препараты, и в итоге, то есть она там провела где-то ну часа два-три, наверное, ей выписали разные лекарства, антибиотики, и получается там страховка за 3000 тенген, ну грубо говоря, за 10 долларов, покрыла все расходы там долларов на 200, наверное, вот, поэтому в страховке, я думаю, есть смысл, особенно если вы едете с детьми ненадолго, это обязательно, и помимо этого еще здесь люди падают с мопедов, ну, вообще происходит все, что угодно, поэтому это здесь такой даже бизнес, наверное, своеобразный, так, я иду еще выше, очень красиво, вот здесь джунгля, из-за того, что надо мной листья, деревья, дужно, как будто в бане, и потею очень сильно, вот комары на меня нападают, и нападают, я думаю, вот в такие места надо либо брызгаться чем-то, либо одевать одежду с длинными рукавами и штаны желательно, ну, и трекинговая обувь обязательно, в шлепанцах здесь опасно, потому что острые камни, и можно споткнуться, что касается машины и вообще транспорта, я думаю, если вы путешествуете, любите постоянно менять места, то вам машина в любом случае будет нужна, неважно, куда вы прилетите, в любом аэропорту в Таиланде, можно машину снять в аренду, и там же ее потом сдать, или даже в другом аэропорту сдать. Машина здесь стоит копейки, я даже не знаю, там 20-30 долларов в сутки максимум, бензин в качестве тоже качественный, тоже относительно стоимость невысокая. Мне нравится, когда я путешествую, постоянно останавливаться в разных местах, то есть я, как правило, максимум на два, максимум на три дня останавливаюсь в одном отеле, даже три дня для меня это уже считается много. Вот три дня я прожил на Пхипхи, и я там все облазил, исследовал. Наверное, если бы я приехал бы туда с семьей, я бы там еще полазил по горам, по деревьям. Вообще, острова Пхипхи, на мой взгляд, это самые красивые острова Таиланда, архипелаг, самые красивые в Таиланде и ну, обязательно надо съездить туда всем, потому что вот Самуи, Паттайя, Паттайя, Пхукет это такие типа распространенные места популярные. Ну, там настолько много туристов и жизнь кипит, вот эти машины, мопеды, ну, мне в какой-то момент вот этот отдых перестал нравиться. Мне нравится, когда пустые пляжи спокойно, в Пхукете они более агрессивные. Вы можете идти по каким-то улицам, где ресторан вас прям будут дергать за руки, типа пойдем мой друг, братан, пойдем покушаем. Очень агрессивно и это напрягает. Я посещал экскурсию, полет Гиббона, полет Манума. В общем, эта экскурсия, как мне показалось, не стоит своих денег. Может быть, если бы я пришел бы с Сарой, с ребенком, было бы было бы ей интересней, ну и мне с ней. А для меня больше понравилась наверное лесная сказка в Алматинских наших горах. Там и стоимость гораздо ниже, и пролеты побольше. Мне понравился рафтинг, ну, наверное, потому что у меня раньше не было такого опыта. На квадроциклах тоже скучно было. На слонах я никому не рекомендую кататься, потому что слонов берут маленьких, как правило, отрывают от родителей и потом дрессируют, подавляют в них дух, постоянно пьют палками, тычут острыми железками в них. Короче говоря, я никому не советую спонсировать этот вид развлечений в Таиланде. Так, кактусы. Я уже подхожу к вершине. Видите, как я сильно вспотел. 15 минут примерно у меня занял подъем, но и без остановок. С детьми вот в такие места лучше не приезжать, потому что очень острые камни и много всего опасного. Тайцы идут мне навстречу. Здорово, как ты? Хорошо, спасибо. Не далеко, только несколько метров. Видели кейф? Нет, нет кейфа вокруг здесь. А, окей, я понимаю. А, окей. Потом, внизу. Окей, спасибо. Спасибо. Удачи, ребята. Спасибо. До свидания. Никогда, ни в коем случае не вступайте ни в какие конфликты с тайцами, потому что в Таиланде у них все просто. Есть тайцы и есть все остальные. Если тайцы обижают, неважно, прав он или нет, все, кто будет рядом, и вообще вся система правосудия будет постоянно на стороне тайца. Уже серьезный подъем начинается. Вот, чтобы вы понимали, примерно вот так. А, что касается дождей во время летнего периода в Таиланде, дождей было очень мало, ну, как мне показалось. Вау, посмотрите, какая красота. Hello, how are you? I'm perfect. I'm excellent. Вот эта девочка, не знаю, сколько ей лет, но она достаточно молодая, она приехала сюда со взрослым, со взрослым иностранцем. У них здесь мода какая-то на взрослых людей. Вау, даже голова немного кружится, но очень круто. Если кто, кому-то интересно наблюдать за моими путешествиями, вы можете подписаться на мой профиль в инстаграме и видеть гораздо быстрее это все. Смелая девочка. Друзья, следующая моя остановка это пещеры сай. Вот так они выглядят на фотографиях. На каждом шагу проверяют билетики. Оказывается, один раз достаточно заплатить 200 бат и можно идти дальше. Здесь мне попался очень веселый контролер, кондуктор, который проверял мой билет и говорит ты хочешь пойти в пещеру? я говорю да. Он говорит это очень высоко 280 метров. Я говорю ну ладно ничего страшного и выше был. Он говорит внутри очень страшно. Вот бывает такое в жизни, когда встречаешь людей, которые именно работают на своем месте и любят свою работу. Вообще тайцы, особенно вот где-нибудь гиды, какие-нибудь матершинники гиды я встретил, вот по нему сразу видно, он любит свою работу, а есть люди, которые уныло так работают и им не в радость. Короче говоря, вы можете сюда приехать, в этот парк, я уверен здесь где-то отели рядом есть, ну да, я ночевал совсем рядом в час съезды, и да, я думаю, даже на территории парка есть отели, в общем, можно целый день или даже два дня здесь провести, полазить по пещерам, по горам, вообще здесь никого, кроме вас, нету и не будет. Примерно где-то час закладывайте на каждую пещеру, на каждую точку. о, здесь даже лесенка есть, бабочки. Я теперь понял, почему они берут деньги, потому что скорее всего здесь чистят, расчищают от веток это все, может быть, от обезьян или даже от змей. каждое дерево подписано. Сколько деревьев есть, которые отличаются, каждое подписано. Кстати, вчера я, по-моему, первый раз в жизни в Таиланде увидел семью. Причем я ее вообще сначала не заметил. Я шел и она так в сторонку от меня отползла. скрутилась в комочек, смотрит. Я думаю, если бы она не отпазла, я бы даже ее не заметил. Здесь тоже море очень спокойное. А, что касается моря. В Пукете очень мало пляжей, на которых нет волны и на которых чистая вода. Поэтому либо смотрите острова рядом с Пукетом, типа Коконат Айланд, либо надо куда-то плыть дальше. Но острова небольшие должны быть. Потому что, допустим, Самуи это большой остров и там тоже пляж так себе. мы были в прошлый раз на Самуи и все время шли дожди зимой. Нам вообще не понравилось. Вот кто-то говорит, что сейчас летом типа сезон мусонов, сезон дождей, мокрый сезон. А на самом деле мы приехали зимой тогда и дождей было гораздо больше. Дороги в Таиланде очень хорошие. Все дороги заасфальтированы. Я вообще не видел ни одной плохой дороги или чтобы без асфальта. Но может быть, где ремонтируют только, если. А так вообще все дороги неважно деревни это или город очень хорошо. Да, действительно здесь очень крутой подъем. Не обманул меня дядька этот. В самом деле вот 250 уже. 30 метров осталось. Вот он пещера. Пещерка. Что здесь происходит? Отложение очень прохладно. Такой ветерок бриз прохладный. это уже все белое стало. Опа! Здесь живут летучие мыши оказывается. И скорпионы. Красиво. Очень красиво. на самом деле за 10 минут я сюда поднялся. Ничего страшного. И не так-то уж здесь и темно. Как мне кажется. место место такое интересное я бы сказал. Раньше люди жили в таких пещерах. потому что они не могли построить себе дома. И им приходилось жить уже в готовых. Так. Туда вниз можно спуститься. Давайте спустимся. Раз такая пьянка. Очень темно значит. Да? Ну да. Я бы наверное не сказал что здесь светло. И вот здесь я даже не знаю на что наступать. Поэтому буду подсвечивать фонариком. Вау. Да. Веселое местечко. А здесь вообще тишина. в общем ребята если соберетесь сюда берите фонарики помощнее себе чтобы было видно хотя бы что вы делаете. Здесь такая тишина. Удивительное место. Плес туда надпост слезали. Опа на. там окошечко небольшое не не заходить сюда. А типа камни падают и может на голову что-то упасть. Опасное место. как здесь тихо. Очень тихо. Не обманул меня этот дядька кондуктор. На самом деле там очень темно и я думаю если бы у меня был бы фонарик было бы гораздо круче. Еще здесь очень много паутины. Соответственно здесь кто-то живет типа пауков и тишина вообще гробовая. Там внизу вообще никаких звуков нет. Я честно говоря даже немного испугался потому что ну никого кроме меня нету и тишина. Страшно красивое место. Я бы сказал. И вот таких пещер здесь много. Еще вот эти звуки я не знаю кто их издает. Какие то насекомые по-моему. А там вообще ничего нет. Там только просто тишина и темнота и все. И нужен яркий мощный фонарик хотя бы чтобы можно было там полазить. Моя третья остановка и это вершина прая. Короче говоря как здесь написано. Предупредили везде написано что надо идти два километра. И она меня предупредила говорит два километра окей идите. Я говорю не не двадцать не двенадцать всего два смеется говорит да два километра но я в день по сорок проходил поэтому я думаю два километра не составит большого труда пройти и показать это вам все. Достаточно красиво здесь тоже есть отели всякие разные рестораны вот эта вода вся отошла туда сейчас но волн вообще нету и пляж очень чистый поэтому вот именно вот такие места я вам рекомендую именно для отдыха если вы не хотите здесь приехать и напиваться танцевать с детьми спокойно отдохнуть поваляться на песочке то лучше места вообще не найти кто хочет экстрима пожалуйста скалолазание точки обзора джунгли пещеры здесь можно экскурсии брать на острова все отсюда точно так же видите здесь ящерицы всякие разные живут вот подруга привет бывают такие еще большие я видел наверное где-то с хвостом метра полтора в другом парке тоже национальном после болота сидела грелась на солнышке вот такая же ящерица или варан я не знаю кто я зашел на блюх в воду как будто камень супер прекрасно еще прелесть в том что погода сейчас вот такая вот пасмурно не сгорает тело и не так жарко вообще идеально нету толп туристов нету никто не мешает никто не толкается спокойно зашли прошли посмотрели сделали фотографию как я люблю было бы классно наверное включить сейчас прям сейчас для вас какую-нибудь трансляцию прямую здесь интернет позволяет и прям сразу транслировать в эфир то что я вижу то что я слышу ощущения может быть на какие-то ваши вопросы отвечать я думаю со временем я это воплощу удивительно очень красиво так для инстаграма парочку фоточек я вот наверное если приехал бы еще раз в Таиланд то скорее бы всего вот какое-то такое место тихо спокойно где нет кипиша волн нету пьяных туристов вот этой музыки нету вот это я понимаю отдых полноценный вот так он должен быть рядом с природой точка обзора еще одна круто 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 со всех сторон пляжей посмотрите они безлюдные вообще абсолютно и очень чистые тайцы их здесь вылизали вычистили я думаю вон туда мы куда-то пойдем сейчас наверх обязательно всегда используйте крем для загара не важно даже если вот такая пасмурная погода достаточно выйти на открытую площадку на пляж и пару часов погулять все равно если вы не загорали вы загорите обязательно а если в солнце выйти то за полчаса можно сгореть особенно дети прям до волдырей люди которые там приезжают в Сибири которые редко солнце видят они очень сильно сгорают поэтому солнцезащитный крем это обязательно must have белый белый песок и вот только два человека две лодки больше вообще никого нет что может быть лучше я нахожусь сейчас примерно где-то 150 в 200 километрах от Бангкока за два за три часа на машине сюда можно доехать вот это все они сделали вот так огородили красиво поэтому конечно они будут брать деньги почему нет единственное только мне не нравится то что они с тайцев берут но я думаю это связано с тем что мы не платим налоги и поэтому у нас берут больше денег мы сюда приезжаем как туристы у нас здесь нет никаких налоговых обязательств а здесь спуск спуск в такую хвойную рощу хвойный лес короче говоря табличка такая большими буквами написано что твое здоровье еще типа до сих пор сильное и позволяет тебе идти дальше мотивация такая типа ты еще чувствуешь себя до сих пор сильным не придумывай иди куда шел мало еще прошел что касается еды еда в Таиланде как правило очень острая и вы можете просить спаси но спаси или медиум то есть что-то посередине я всегда заказываю либо спаси либо минимум спаси но я к этому привык я уже около 10 лет наверное так питаюсь и у меня уже организм даже на это внимание особого не обращает это с одной стороны полезно с другой стороны это привет привет с другой стороны это для некоторых людей у которых проблемы с организмом с животом с желудком можно этим хуже сделать потом там для холестерина тоже и в общем детям тоже нежелательно очень острое давать поэтому с едой тоже здесь в Таиланде на самом деле очень много разных блюд всяких разных морепродуктов крабов кальмаров салат зелени они очень много едят у меня бывает такое что я целый день только фрукты ем и обычно я когда сюда приезжаю в Таиланде хай тайцы такие приветливые такие улыбахи прям вообще куда бы деться вот и иногда я ем целый день только фрукты могу на ужин там съесть кальмаров допустим и как правило когда я приезжаю в Таиланд из-за того что я здесь пью много жидкости и не ем жирного мучного сладкого я здесь теряю вес вообще я последнее время наверное уже несколько месяцев зимы не ем вообще сладкое мучное и я чувствовать себя стал намного лучше всем рекомендую такой образ жизни ну еще алкоголя нету короче говоря исключайте сладкое мучное алкоголь и все будет окей не будет перепадов настроения и такое все охранник даже насколько бы он серьезный не был бы в Таиланде в ресторанах не включают чаевые вне почти во всех ресторанах в обслуживании поэтому нужно чуть там оставлять 10-15 процентов от общего счета начинается старт к следующей моей а 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 короче говоря начинается следующему и следующее мое восхождение 430 метров хайкинга вот такой вот горные тропы обезьяны это дикие и на самом деле достаточно опасные животные потому что они могут испугаться и это стайные животные то есть я вчера вот буквально поднимался к храму наверх и мне навстречу вот так спускались но я даже не знаю наверное 70 или 100 даже так стая целая они мне хотели по моему этим показать что типа бойся нас нас много вот у них большие клыки потом сильные лапы и поэтому они могут достаточно неплохо навредить кроме того что говорят что обезьяны переносчики разных инфекций болезней поэтому если вы случайно оказались вместе где находятся обезьяны обязательно возьмите с собой палку обезьяны чувствуют страх но они боятся палок еще обезьяны могут очень сильно напугать детей потихоньку начинаю уже здесь наблюдать пещеры всякие разные и здесь целая сеть или цепь цепь короче говоря здесь много пещер по моему я буду через них через все проходить если я не ошибаюсь ну да достаточно эффектно здесь это все выглядит потому что наверное это самая такая крупная целая дорога здесь они прям заморочились это первая dry waterfall а сухой водопад как будто бы в музее в каком-то под открытым небом я нахожусь ну действительно очень круто если вы путешествуете из бангкока или из пукета едете в бангкок обязательно заедьте посмотрите здесь вот такие вот места они действительно достойны этого у меня такое ощущение что я куда-то спускаюсь типа tomb raider или еще что-то компьютерная игра как мы в детстве играли в какое-то такое место только это не игра а на самом деле потолок этой пещеры и в нем наверху два отверстия таких я думаю если смотреть в общем если смотреть со стороны наверное на эту гору то вокруг будет все зеленая будет зелень и и никто даже себе не сможет представить что здесь пещера есть да это реально что-то крутое очень крутое потому что гигантский такой зал здесь растут растения всякие разные деревья и посредине еще есть что-то типа что-то типа священного алтаря удивительное место очень большое и больше всего я думаю поражает что это сделала природа скорее всего это был какой-то вулкан или еще что-то лава ушла вниз а стенки остались и насколько вот удивительно то что здесь растут растения как бы не было здесь мало света но все равно здесь есть всякие разные деревья кустарники как будто бы да кто-то здесь снял компьютерную игру вот это камушки сложены говорит о том что здесь можно еще карабкаться подниматься в самой пещере лазить типа здесь есть дорога да вот сложили значит здесь можно подниматься очевидно она гигантская просто эта пещера и здесь по ней целый круг можно сделать а вот здесь показано как вода разрушает камень и как она сточила стекала стекали стекала постоянно вода и постоянно она точила в общем разрушила этот камень удивительное просто место какое-то я в шоке если сейчас обойти снаружи то она будет полностью зеленая эта гора плодородный плодородный слой почвы здесь тоже как-то оказался поэтому здесь все растет но животных нету всяких разных обезьян еще кого-то они сюда не приходят здесь как будто бы лес джунгли внутри пещеры представляете очень удивительное место туда нельзя близко подойти я не знаю почему а там рама короче когда там король ставить какой-то из королей это сделал правильно когда все есть остается только сделать алтарь себе в пещере на самой большой пещере таиланда в общем я на этой ноте уже буду заканчивать потому что заканчивает потому что у меня везде заканчивается память и разряжаются батарейки короче всем спасибо за просмотр пока спасибо за просмотр!